Всем привет! С наступающим 15-м годом! Сегодня 30 декабря, 11 часов утра. Стартанул у меня новый проект, генератор из асинхронника. За основу был взят асинхронный двигатель 1,5 кВт, АИ-90, 920 оборотов. Двигатель покупал в Новосибирске. Все вместе с пересылкой мне обошлось 4,5 тысячи рублей. Сам двигатель мне понравился. Сейчас я вам покажу его. Вот его шильдик. Ух ты, сейчас расскажу, чем понравилось. Во-первых, понравилось то, что у него везде стоят уплотнения. В крышке стоит уплотнение, в крышке барнушки. Вот в этих вот зажимах для кабеля стоят уплотнения, резиновые манжеты везде. Потом стоят садники, что увеличит межсервисный интервал. То есть подольше можно будет не заглядывать в него, не менять подшипники, не мазать там и так далее. Лапы у этого двигателя можно переставить, поставить хоть на правую сторону, хоть на левую, хоть снизу, чтобы они стояли. Вот в данный момент у меня сейчас лапы перекинуты и барно получилось у меня с правой стороны, если смотреть на винт. Так, теперь по обмотке. Обмотки остаются родные, двигатель не перематывается. Все как есть, все остается без изменений. Ротор я цельнометаллический решил не делать. За работу я отдал 1200 рублей, плюс 200 рублей, отправка в Новокузнецк туда-сюда автобусом ротора. Вот, что мне сделали, там выточили стакан, чуть сточили, ну, сточили по моим размерам родной ротор и на горячую напрессовали вот этот стакан. Толщина стакана 5 миллиметров. Я немножко мне косяк тут наделали. Ротор должен быть 76,94. Они мне, значит, его выточили 77,1. При том, что 77,1 вот с этой стороны, а вот с этой 77,2. И, в общем, что-то мне подсказывает, что когда я наклею магниты, я буду их стачивать просто потому, что ротор не зайдет в статор. Так, ну теперь по разметке магнитов. Съемки маленько подзатянулись, также подзатянулось изготовление генератора. В общем, на данный момент самым сложным оказалось это сделать разметку под магниты. Вернее, разметку-то не сложно сделать, а вот вырезать дырочки под магниты. В общем, изначально я планировал пробойником дырки в разметке делать, ну, то есть пробивать. Сделал пробойник на 9 и попытался пробивать. У меня вот что выходило. Получается, что ничего не получается. Вот. И я, короче, понял, что я немножко тормознулся на этом. Далее попробовал перенести рисунок лазерно-утюжной технологии. Напечатал на фотобумаге разметку и попытался перенести ее на ротор. У меня вышло только, если видно, нечто подобное. Так, так, вот видно, да. Вот. Я не смог нагреть ротор до нужной температуры. Грел его феном 600 градусов. Вот. И с этой стороны, и с этой. В итоге у меня съежилась фотобумага. Зазор стал большим. Вот. Ну, не сходится. Долго думал, да. Думал полтора-полтора месяца и вспомнил, как в детстве мы в бумаге кружочки. Ручкой вырезали. Ну, не только кружочки. Там все. Просто на одном месте вводишь и вырезается. Вот. Сделал такую приспособу из оцинковки. Это был П-образный профиль. Просверлил отверстия на 9. Так как у меня магниты на 9. Чуть-чуть напильничком по кругу прошел, чтобы сделать чуть-чуть побольше отверстия. Наждачкой обработал края и все. И решил попробовать. В общем, ну, сейчас у вас видео должно идти вот в этом углу. Я поставлю там, может быть, вот в этот угол. Не важно, как я сделал разметку. Но в итоге получилась вот такая штука. Вот. Сейчас надо вырезать и наклеить на ротор эту разметку и начинаем магниты вклеивать. Вот как-то так. Это наклеил. На это ушло два дня. На каждый ряд у меня уходило по минут 15-20. С перекурами, скажем. Ну, вот наклеил. В таком виде его еще нельзя в статор засовывать. Магниты могут отскочить, потому что очень громадная сила, когда он входит в статор. Это очень большая сила. Вот. Клеил магниты. Вот такой вот клей. Момент. Супер профи. Универсальный секундный клей. Даже еще осталось. Здесь вот 5 грамм. Ну, я и не израсходовал эти даже 5-5 грамм. Вот. Сейчас осталось мне... А, не осталось. В общем, следующий этап – это буду заливать эбоксидкой магниты. Сделаю опалубку. Сюда упорчик такой с картона сделаю пластилином. Залеплю, чтобы не протекала эбоксидка, этим скотчем сверху. И здесь делаю ступчик небольшой тоже со скотча. Как бы горловинка для заливки такая будет. И вот в эту сторону, с этой стороны буду заливать. Сделал вот такую вот сетку для укрепления, чтобы эбоксидка была не просто залита, а еще и армирована. Это капроновая нить. Вот. Это чисто моя интерпретация. Вот. Каждый может сделать по-своему. Сделал опалубку, картон, обмотал скотчем. Вот как бы вороночка такая импровизированная. Сейчас вот здесь пластилином замажу, чтобы эбоксидка не проливалась, и залью. Эбоксидка должна медленно-медленно проливаться, проливаться, проливаться по всей щелке. Залил и она, если видно, потихоньку проливается, просачивается вниз. Скотч снял. Эту круглую картонную прокладку пришлось срезать. Так просто не отошла. И разведенная эбоксидка у меня на балконе стояла со вчерашнего дня. То, что осталось, она не застыла. Я ее маленько подогрел и подлил сегодня уже. Вот. Теперь ждем пока подсохнет и будем загонять статор. Нитки пропитались капроновые. Видать хорошо. Так вот здесь не будет видно. Короче, сейчас будем загонять скоро. Ну, в общем, все застыло, все засохло. Да. Запрессовал подшипники, зашлифовал места, где будет десантник ходить, подшлифовал. Ну, теперь можно загонять в статор. И перед тем, как загнать ротор в статор, хотелось бы сказать следующее. Расположение магнитов, количество полюсов, количество рядов в полюсе для каждого двигателя подбирается индивидуально. Просто скопировать так просто не получится. Вот. Если что непонятно, лучше как бы взять, обратиться ко мне. Я все разъясню, все расскажу, как нужно сделать, чтобы у вас получился нормальный генератор. Теперь загоняю. Ничего страшного. У меня почему-то и этот генератор, вернее, этот ротор также еще впихивать приходится. В прошлый раз тоже засовывал его сюда. Вот. Хотя у людей, смотрю, у Сергея Ветрова просто прям залетал туда. У Димы Лотоса тоже. Заскочил, аж крышку выбил. Этот разломал крышку, где подшипник сидит. Вот. Ну, у меня, блин, ну что такое. Ну, главное, чтобы точить мне магниты не пришлось. Потому что я в начале видео говорил про то, что ротор маленько с увеличенным размером мне выточили. Ставим крышки. Так. Что могу сказать. Крышки поставил. Ну, не ожидал, что будет без всяких, ну, с первого раза что получится. Магниты не задевают. Я очень-очень доволен, еще раз повторюсь. Так. Ну, насчет залипаний. Ну, их вот даже и нету, фактически, вообще. То есть не слышно. Таких вот ступенчатых, да. Как, перефразирую, сказал Сергей Ветров, поверьте мне на слово. Залипаний нету. Вот, да. Крутится не то, что легко, но вот. Еще сами сальники очень свежие, прижимают сильно и поэтому как бы все это упирается. Вот. Что еще? Замеров я сейчас никаких не буду делать. Лампочек тоже зажигать не буду. Не вижу смысла. То есть сейчас просто покажу вам, что генератор работает и все. Нам надо показать. Нам надо показать же. Так. Так. Цешечка наша, цешечка наша. Угу. Здесь будет сейчас. Так, напряжение между фазами, то есть он подключен звездой. Треугольником не работают. Такого плана генератора, да, вот при таком изготовлении. Они работают только звездой подключены. Или каждую фазу на выпрямитель, на диодный мост, а потом запараллеливать после диодного моста уже все три фазы. Вот. А сейчас у нас значит он в звезде подключен. Ну и так вот делаю, чтобы всем видно было цешку. Здесь сейчас будет 1300 оборотов. Ну вот, что могу сказать. Родился очередной неплохой генератор. Мои единомышленники могут это подтвердить. Вот. Как-то так. Задавайте вопросы, что непонятно. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Первый раз говорю я это. Ну, всем пока. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok